Здравствуйте, уважаемые зрители! Я записываю видео на тему хроника текущих событий, поскольку я здесь в парке практически одна, по крайней мере, на данной площади. Я маску сняла. Обязательное ношение масок здесь, в Испании, длится будет до 26 июня. А с 26 июня местные власти разрешают снимать маски на улицах, но в помещениях, в транспорте ношение масок все равно обязательно. И поэтому, чтобы сказать, масочный режим отменен полностью, этого, конечно, сказать нельзя. Насчет прививок. Здесь происходит следующая ситуация. Уже примерно 50% населения страны привито. А прививку сделала и я. Мы пошли позавчера, сделали прививку. До этого мы зарегистрировались на специальном ресурсе. Нам прислано было смс, в котором дана была ссылка. Вот, перейдите туда, зарегистрируйтесь и придете в ближайший пункт медицинский, сделайте прививку. Прививку нам делали, которая называется Янцен. Можете посмотреть в интернете, кому это интересно, что это за вакцина. Она однокомпонентная. Компания Джонсон и Джонсон имеют, так сказать, отношение к этой разработке. Она является заказчиком. Вот. И вот сейчас эту вакцину колят, ну, во всяком случае, вот в Барселоне, в том пункте, где мы были, в пункте периода колят ее. И я думаю, что не только там. Пфайзер вначале кололи, когда только вот стартовала эта самая вакцинация. Ну, это было для работников социальной сферы, полицейских, учителей, для медицинских работников, вообще работников медицинских учреждений, и врачи, и медсестры, и санитары. Вот, они все получали вакцину Пфайзер двухкомпонентную. Вот. Вот. Затем, так сказать, было вакцинировано старшее поколение испанское. Сначала были лица старше 70 лет, потом старше 60, потом старше 50, потом старше 40. Так, в общем, вот так вот она идет, вот эта вакцинация. На пункте вакцинации довольно много народу, то есть люди идут. И информация о вакцине доступна вот там прямо вот на пункте вакцинации, висит QR-код, заходишь, и даже есть на русском языке информация. Там и на арабском есть люди, вот, соответственно, кто какой, так сказать, нацией является, то себе этот QR скачивает. Ну, можно, конечно, если не важно, можешь любой скачать, если хочешь, читай информацию, хоть на китайском языке. Тем более, если в телефоне есть встроена функция перевода, переведи хоть на какой хочешь. Это не это главное, но самое главное то, что информация о вакцине есть. А на вопрос, если ты спрашиваешь, что это за вакцина, они отвечают. Некоторые даже, вот, впереди нас был один там мужчина, его сами вот врачи сфотографировали. В момент, когда он получал вакцину. Значит, эффект от данной вакцины, вот какой. Она, значит, однокомпонентная, и данные уже о тебе заносятся в банк данных, что ты вакцинировался. И если требуется бумага, то она, ее можно будет получить через несколько дней, вот, в этой поликлинике. А так вообще в компьютере уже все занесено. Вот, значит, эффект какой. У всех, конечно, разных. Вообще, когда я читала информацию о вакцинах, обо всех сейчас известных вакцинах, они, в принципе, у них эффект приблизительно, естественно, одинаковый. Лучше всего вакцину переносят лица старшего возраста. То есть парадокс получается, да, когда болеют коронавирусом, хуже болеют люди старшего возраста, молодые, легче переносят. Хотя, конечно, все зависит от индивидуального здоровья. Вот, а вот прививка как раз наоборот. Вот пенсионеры, как говорится, что комарик укусил, а более молодые люди, бывает, имеют эффект. Вот эффект от вакцины был у меня. Значит, сначала, вот как только укололись, ничего не было. Потом к вечеру начало ломить вот так в руках, в ногах. Я думаю, что такое, вроде я сегодня вообще никуда не ходила. А потом догадалась, у меня температура. Померила температура, есть. Сначала было 37,6, потом я выпила сразу парацетамола. Они сказали, если у вас будет что-то, ну, выпейте, значит. А повысилась до 38,3 к вечеру. Вот, потом я в 3 часа ночи проснулась от того, что у меня опять повысилась температура. Я, значит, ночью прям выпила таблетку, а утром опять. И вот весь день такая, как вареная была вчера. Потом вроде ничего, температура упала. Сегодня утром померила температуру 36 ровно. Это, кстати, моя температура. 36,6, как у других людей, у меня бывает довольно редко. Я помню свое детство, когда врачи мерили мне температуру в различных учреждениях. И градусники показывали 35,5. Они удивленно такие глаза делали и искали новый градусник. А я говорила, не надо, это моя температура, все в порядке. Даже мама писала, кстати, письмо в журнал здоровья того времени. И они отвечали, что такое бывает. Вот. Ну, в подростковом возрасте у меня несколько температур повысилась. Стало у меня ровно 36. И так вот она держится и по сей день. Ну, иногда бывает 36,6. Так что 37 с чем-то для меня это уже температура, а 38 с чем-то тем более. Это у меня бывает очень-очень редко. Я за всю жизнь буквально по пальцам могу пересчитать такие, так скажем, моменты. Люди, которые ходят на работу с большой температурой, это, конечно, для меня вообще что-то из области фантастики. И это круто, в общем. Ну, вот сейчас я, вот и вчера никуда не ходила. Сегодня пошла, прошлась вот тут вблизи дома, по паркам. Вот растения я вам отдельным видео покажу. Вот. И вот так иду, знаешь, как на ватных ногах, вот можно сказать. Да, сегодня я уже свои зарядки, там, упражнения физические свои делала привычные. А вчера не делала, потому как было не то. Вот. Как мне, значит, рассказывали вот знакомые тут и все. Это, значит, ну, они, правда, делали пфайзером. Очень многих рука болела. У меня рука не болела вообще. Вот сейчас, когда упала температура, у меня стало вот ощущение в руке. В левую руку они, кстати, делают. Вот кто кому делали, скажите, куда. Вот сюда где-то. Следов у меня никаких нет, только максимум там мелкий такой синячок вместе укола. Ну, это как бывает, знаете, когда кровь берут. У меня, когда кровь берут, бывает такое. Вот, я кучу жидкости там пила в это время, вот вчера. И все это, значит, это самое. Вот у меня даже, может, до сих пор, по мне видно, что я литр жидкости выпила, чтобы всякие эффекты снять. Вот. Ну, так что вот такие эффекты были. Ну, такое состояние было, знаете, как будто я вот реально какая-то больная. Но нюх не пропадал. Если вот у членов моей семьи, у родителей, у сестры, у племянника, когда они болели, у них пропадал нюх отшибало. И сестра как-то делала прививку, но она делала спутником, потому что в России нет другой прививки. И у нее были побочные эффекты тоже в виде и слабости, и температуры, и двухкомпонентная же эта прививка. Вот. Здесь в Европе те, кого я знаю, делали пфайзером, говорили, да, тоже были там слабость, были там, вот рука болела у всех прям. Ну, вот так вот. У Манука нет никаких таких эффектов. У него рука немного так чувствительность такую имела, да, и в месте укола какое-то покраснение. А так, в принципе, ничего. Вот. Никаких таких эффектов. Вот это, если кому интересно, какие эффекты имеют прививки. Ну, как на сайте про этот Янцен сказано, что, ну, понятно, стопроцентной защиты не имеет ни одна прививка сейчас, что люди и привитые заболевают, но в этом случае течение заболевания с любой прививкой, оно бывает легким, и человек обходится без госпитализации. Понятно, что вирус этот остался с нами. Пришел, чтобы остаться, как говорится, и пока что, кроме прививок, человечество ничего не придумало. Более эффективного лекарства, которые применяются при вирусных заболеваниях, вы сами знаете, да, что они помогают, ну, как сказать, не всем. Поэтому, если, допустим, одно и то же лекарство, оно может, вот, одному больному оно поможет, а другому больному никак. Вот. Поэтому вот пока что прививка. Если вот, если болезнь бактериальная, да, какая-то, допустим, человек принимает антибиотики, это более эффективное средство, более эффективным средством является. А вот с вирусными болезнями не так. Так что, вот такой, говорится, дайджест. Испания потихоньку открывает, так сказать, свои границы для туристов, но, к сожалению, российские туристы пока еще туда не входят. И туристы стран СНГ тоже весьма, так сказать, это все идет, дело туго. Дело в том, что спутник пока что не включен в реестр заболеваний и не последнюю роль при этом играет то, я уже об этом говорила и неоднократно, что наши граждане сами не хотят вакцинироваться. Но почему они не хотят? В этом не граждане виноваты. А в том, что они не доверяют той информации, которая исходит от наших руководящих органов. Дело в том, что мы с вами прекрасно видим, что никто из нас так и не знает, привился ли наш президент Путин, какой вакциной он привился. Он демонстрирует и свои отдыхи на различных, как говорится, локациях, а прививку он не показал, как он делал, какой вакцины. И тоже это добавляет, так сказать, свой вес в скептицизм наших граждан. И то, что он никогда, никто его не видел в маске, не соблюдает сам меры предосторожности, с чего бы получается гражданам эти самые меры соблюдать. Все здешние руководители европейские и американские, они соблюдают меры предосторожности, они показывают, если прививались, какой вакциной и как. Если кто-то из них болел, он и говорит, вот так и так вот болел тоже. Но вот и еще в немалой степени против нашей вакцины настраивает и власти Евросоюза то, что они знают прекрасно, у нас идет торговля фальшивыми сертификатами. То есть, если приедет такой турист, купивший сертификат, а на самом деле не вакцинированный, то, естественно, такой турист будет представлять из себя угрозу. И власти здешних стран, те, которые отвечают за туризм, они поэтому не дают разрешения. Вот пока наши власти не устранят эти проблемы, вот так все и будет. И пускать, в конце концов-то они будут пускать, но когда и на каких условиях, это еще неизвестно. То ли это будут обязательные ПЦР, то ли еще что. Так что все это очень сложно. Если, допустим, вот Сан-Марино, да, европейское государство, вот это крошечное, которое окружено со всех сторон Италии, оно купило спутник ВИИ, и оно колет, но оно колет по-честному. То есть там ни у кого не будет фальшивого сертификата, что вот он пришел, а на самом деле он не приходил, а сертификат у него есть, что он вакцинировался. Так что, когда вот слышишь по нашему российскому телевидению и в интернете от официальных, так сказать, новостных источников, что вот, мол, граждане вот такие, вы несознательные, почему вы не прививаетесь? Ну а вот почему граждане не прививаются, я, кажется, изложила выше и выше, достаточно понятно. Вот, поэтому всем здоровья, вот лично от себя все-таки я прививаться рекомендую, но, конечно, надо посмотреть лично у вас какое здоровье. Если вы, допустим, какие-то имеете противопоказания, то лучше это все дело проверить и, так скажем, обезопасить себя. Хотя вот, например, здесь приходили, здесь вакцинировались, то есть человек приходит, вакцинируется, нет, подпись мы никаких не ставили, кстати, что вот ты приходишь, сейчас распишешься, что да, ты, мол, типа это. То есть твоя регистрация на вот это вот, когда тебе, получается, на этом сайте, да, ты свои вот эти данные медицинской карточки вносишь, то это, наверное, уже и считается твое подтверждением. То есть вместо тебя не кто-то же твою карточку внес, и кто-то там какой-то слева человек пришел, вместо тебя вакцинировался. Помните, как в Яралаше как-то был один такой, что один пошел за весь класс, сделал прививку, потом все заболели, один он на уроке сидит. Вот, поэтому, я не знаю, вот я что-то не спросила, у нас есть такое, то есть приходит человек, расписывается там за то, что вот я там типа согласен, как на операцию, да, подписывают согласие. Здесь тоже подписывается, кстати, согласен на операцию, если вот уже в этом смысле сказать, вставить человек свою личную подпись. Вот, но в плане с прививкой такого не было. Вот, так что, ну, если какие-то есть вопросы, пишите в комментариях. Всем здоровья, всем удачи, пока, увидимся. Следующее видео будет о цветочках. Субтитры сделал DimaTorzok